Приветствую вас. Прочитал ваш вопрос. Давайте поэсследуем немножечко его. Значит, смотрите. Во-первых, надо признать, что у вашего молодого человека есть проблемы довольно серьезные. Проблемы связаны с тем, что он, условно говоря, не уверен в себе, условно говоря, он сомневается в себе, что он склонен сравнивать, ну, например, например, сравнивать, допустим, себя, себя и, например, вас. Он склонен сравнивать себя с другими мужчинами. Для него секс – это что-то такое чрезмерное, чересчур значимое и важное. Ну, судя по тому, что вы описывает. Исходя из психологической теории, можно предположить, что у него проблема реализации, да, молодого человека. То есть у него есть, так сказать, ряд проблем, но почему-то вы, почему-то вы берете на себя ответственность за проблемой его. То есть вы говорите, что вы страдаете. То есть нет, конечно, понятно, что вы не хотите выполнять его фантазии. Я вам даже больше скажу, что вы совершенно правы, что это не один раз, но ваша проблема в том, что вы считаете, что его фантазию можно, как сказать, можно удовлетворить. Нельзя. Да. Потому что фантазия, она проистекает в данном случае из-за личностных проблем. его, его личностных проблем. И удовлетворить ее не получится. Поэтому здесь вы правы. Правда, ваша, ну, деструктивная позиция была то, что вы, как сказать, что вы шли какое-то время ему навстречу. То есть мужчина, возможно, теперь допускает возможность для себя, что вы все-таки его фантазию реализуете. Так вот, ну, или будете реализовывать. Так вот, у мужчины проблема. Это так. Почему же вы ссоритесь с ним? Вот именно вы, конкретно вы, почему ссоритесь тогда? Если это проблема его, почему вы говорите, что вы страдаете? О чем идет речь здесь? Именно с вашей стороны о чем идет речь? Речь идет о оскорблении вас. Речь идет о неприемлемости для вас в этой ситуации. Возможно. Но если эта ситуация для вас неприемлема, то, наверное, имеет смысл раз и навсегда мужчине сказать об этом. Сказать о том, что для вас эта ситуация неприемлема. И все. И, как сказал мой коллега, игнорировать ее. Но вы почему-то продолжаете страдать. Вы почему-то продолжаете в этом участвовать. Вы почему-то продолжаете реагировать. Вы говорите, что он уделяет мне меньше внимания и меня не хочет. Так может быть в этом одна из основных проблем, что вам болезненно, что он не уделяет вам внимания и болезненно, что он вас не хочет. То есть вы чувствуете себя, как будто бы, ну, как будто бы нелюбимой, как будто бы, может быть, брошенной, как будто, может быть, ненужной. Может быть, может быть, вы боитесь одиночества. Может быть, вы боитесь одиночества. Но в таком случае все это ваша проблема, не его. И страдаете вы не из-за его фантазии, а из-за восприятия, из-за восприятия, из-за восприятия, из-за своего восприятия того, что происходит. В том числе и рад. В том числе и фантазии. Вот. То есть у вас есть признаки созависимости. Ну, есть признаки созависимости. Если, если, если я прав и они у вас, ну, вот, действительно есть, да, если вы действительно созависимы, то в таком случае вам необходимо работать именно с ней, в первую очередь, с созависимостью вашей, а не с его фантазией. И, условно говоря, не искать выход из этой ситуации. Потому что выхода, ну, кроме как работы мужчины с данной проблемой, да, вот, именно, если, ну, если только мужчина сам работать в этом направлении не будет, то выхода никакого нет. Его нет. А мужчины абсолютно не работают над этим. То есть он предпочитает говорить, что он вас не достоин. Он предпочитает говорить о том, что, ну, что он вас не дослуживает, да. Предпочитает себя, там, ну, ну, винить, условно говоря, обвинять. Предпочитает. Но не работать с психологом. То есть что это такое? Это попытка вами манипулировать. К сожалению. К сожалению. Дальше. Значит, мой парень и я страдаем от его сексуальной фантазии. Нет, страдаете вы. Вот. Он хочет видеть по видео, слушать по телефону и слушать по телефону, как я занимаюсь сексом с другим мужчиной и извиняю ему. Ну, это из-за неверности в себе. И я уже сказал, да. Сначала это была просто фантазия, ничего серьезного, а баловство. Теперь она это сделала у него сильно в сознании. Он думает только об этом. Это всегда это и у меня. Так когда это он начинает ссоровать, я этого не хочу. Смотрите. Значит, фантазия, она эволюционирует у него. То есть, в начале это было, ну, в одном направлении, да, в начале это было в одном, ну, по одной схеме. Теперь это, соответственно, стало по другой схеме. Вот. Что изменилось? Вот. Ключевой момент. Ключевой момент, который я хотел бы у вас уточнить, это момент о том, что изменилось. Что изменилось в контексте фантазии его, его фантазии? Что ситуация стала вот такой, например. Да? Понимаете, о чем идет речь? Это очень важная, это очень, очень, очень важная история, на самом деле. Дальше. Вы говорите о том, что... Так. Из-за этого начинаются ссоры. Вот мне, как психологу, хочется вам здесь, ну, заметить. Вот хочется заметить вам здесь, что ссора, ссор, она не может начаться, если в ней не участвуют, ну, двое людей. То есть, ссоры возможны только тогда и только в том случае, если в ней, в ссоре участвуйте, в том числе и в ссоре. И вот очень важно, очень важно, чтобы вы определили для себя, на этот момент. Очень важно, чтобы вы, ну, увидели, как психологи. Как психологи. Почему вы вступаете в ссору? Как психологи. Почему вы вступаете в ссору в ссору с мужчиной? мужчины. Вот. На мой взгляд, это очень важно. Очень важно, чтобы вы этот момент для себя увидели. Дальше. Значит, пробовала воплотить немного, присылалась в фото, как с одним другом, написала ему секс-стору, это я как бы перестал удовлетворать, а у фантазии не получается. Так. Вы пишите. Вы пишите. Я этого не хочу. Ну, в итоге. Не хочу спать с другим мужчиной. Понятно? Понятно. Логично. Или это? Да. Логично. То есть это, в принципе, я считаю, вполне естественно, что вы не хотите этого. Это нормально. Вопрос заключается в другом. Вопрос заключается в другом. Почему? Или для чего вы, несмотря на то, что не хотите, все равно против своей воли что-то делали? Вот. Это очень важно понять. Очень важно нам этот момент понять. С вами. Чтобы мы могли, ну, ну, чтобы мы могли лучше отслеживать то, что с вами происходит. Для чего вы делали что-то против своей воли? Почему вы делали что-то против своей воли? Вот. Это очень важный момент, на мой взгляд, который необходимо исследовать. Дальше. Дальше. Теперь начинает думать, что не даст вам менять. Это ненормально против своей девушке делать такое. Ну да. В принципе, это ненормально. Согласен. Вопрос в том, как он видит выход из этой ситуации. Понимаете? То есть, в данном случае, в данном случае, его выходом из ситуации является тот, что он перестал смотреть порно, да? И разговаривать с вами о сексе. То есть, перестал. Как-то, вот согласитесь, выглядит так, как будто это побег. На самом деле. Вот. То есть, человек как будто не решает проблему. Вот. А, просто идем. Не знаю, избегает, что ли. Пока вот, в ссоре. Дальше. Решил так, прекратить. Так, пока против время не забудет. Но, знаю, что это не поможет, потому что пробовали когда-то. Не говоря об этом, он еще больше ведет тебя, внутри, своими мыслями. Вы говорите о том, что это не поможет, хорошо, но тогда почему он снова решает сделать так, если вы говорите, что это не поможет, то есть почему вы говорите, что это не поможет, а он продолжает это делать, то есть он же не хуже вас знает, что это не поможет. Если он не хуже вас это знает, значит, возможно, тогда он и не надеется на то, что, ну, на то, что какие-то вещи изменятся. Возможно, он и не рассчитывает на то, что какие-то вещи изменятся. Возможно, он не ожидает, не ждет, что ситуация станет, ну, что ситуация реально поменяется. Может ли такое быть? Скажите, пожалуйста, как вы считаете, ну, вот как вы считаете самым? может ли быть такой момент, что человек просто вот создает иллюзию, да? иллюзию деятельности, иллюзию какой-то активности, вот. Но, в действительности, в действительности, в действительности ничего не происходит. Вот. Вот очень, конечно, хотелось бы, чтобы вы, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Я думаю, что так, можно вам здесь ответить на вопрос, который вы задаете. Дальше, так, исполните, я тоже не могу и понимаю, что я не могу не закончить, это пример, этот выход, но я не знаю какой. Смотрите, опять же, психологическая теория здесь, она достаточно однозначна. Если вы, значит, допустим, находитесь сейчас в своего рода ступике, да? Вот. Ну, к примеру, да, вот вы находитесь сейчас в тупике. То есть, как бы, ну, что делать вы не знаете, как поступать вы не знаете, вот. И, в общем-то, ну, в общем-то, ну, тяжело вам, да? Вот. Ну, в этом смысле, тяжело. То психологическая теория говорит, что подобный тупик возникает из-за подозначенного нежелания быть вместе. И поиска причин, по которым вместе вам быть, ну, например, не нужно. Ну, просто вот, просто не нужно. То есть вы ищете пол, чтобы расстаться. Вообще, почитайте про психологическую игру «Тупик», она так и называлась. «Посмогите, пожалуйста, иначе остается только один выход расстаться. У тебя действительно влияет на отношения. Мы ссоримся, ссоритесь у вы. Он не начнет, если стоит уделять внимание, не хочет меня». Ну, про это я уже говорил, Александр. Это я уже сказал. Надеюсь, что вам это было полезно, как минимум. Надеюсь, что вы для себя какие-то выводы, что же сделаете. В идеале, конечно, чтобы вы обратились к психологу оба, оба, чтобы вы оба обратились к специалисту, к семейному психологу, либо просто к психологу каждой по отдельности. Вот. И каждые свои проблемы вы поисследовал. Вот это то, что мне видится наиболее для вас с оптимальным вариантом. Не знаю, послушаете ли вы меня, будете ли вы делать, так я говорю или нет. Вот. Но что-то, что-то такая. То есть подумайте сами. Вот. Просто. Подумайте сами. У вашего мужчины есть сложности. Да. Ну. Проблем. Проблем. У вашего мужчины есть проблемы. Если, если вы, ну, подумайте логически, то вы увидите, что мы его проблемы решить не можем вот так, да, вот в таком формате взаимодействия с вами. Потому что, ну, мы даже с вами напрямую сейчас не общаемся. Поэтому, я полагаю, очень важно выбрать наиболее подходящую форму взаимодействия по вашей проблеме. Вот и все. Это может быть как помощь вам, это может быть как помощь вашему молодому человеку. Все зависит исключительно от вас. Вот так, я полагаю, можно ответить вам на ваш вопрос. То есть, какой помощи вы хотите, Александр? Как вы видите помощь вот вам вот здесь вот в данном, ну, в данном случае? Как она вам видит? Помогем вашему молодому человеку дистанционно? Это невозможно. А, исходя из этого, у меня к вам вопрос там, насколько вы готовы и хотите решать проблему? Реально ли вы хотите ее решать? Я вас не обвиняю, просто хочу разобраться в этой ситуации. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok